Слив поцелует Дани Милохина и Юли Гаврилиной. Диана Астер начала встречаться с Фагелем. Суд Володи с Ириной Шейк оказался фейком. Саше Лыгалову нужно срочно делать операцию. Всем привет, это канал ОК Блогер. И сейчас я расскажу самые последние новости о блогерах и трендах. Если тебе понравится ролик, поставь лайк и подпишись на канал с колокольчиком. Мне будет очень приятно. Сегодня максимально шиперский выпуск, поэтому запасайся вкусняшками и обязательно досмотри этот ролик до конца. Погнали! Идея тикток дома Dream Team изначально принадлежала Никите Манагеру. Впоследствии Никита предложил её Дане и их продюсеру Ярославу. После чего всё и началось. Когда Дане был в город, хотели бы, чтобы ребята приехали к вам? Если да, напишите в комментарии название вашего города. Диану Астер в последнее время очень часто начали замечать с Фагелем. Сначала всё началось с их совместной поездки в Анапу, после которой ребята почти не расстаются. Диана в последнее время редко ночует в доме Dream Team'а, поддерживает Фагеля на концертах и гуляет с ним по Москве. Что часто начали замечать подписчики. От близких знакомых ребят появился слух, что они действительно состоят в отношениях. Они просто дружат, как заявляли ранее. И я очень надеюсь, что это действительно так. Как вам пара Фагель и Диана? Подходят друг другу или нет? Праздник шиперов продолжается. После слива Артуры и Ани, многие писали, что они отомстят Дане и сольют какую-нибудь его фотку с Юлей. Совпадение или нет, по интернету начала гулять их фото с поцелуем. Не все подписчики поверили в его реальность. Кто-то считает, что это просто фотошоп. Другие заявляют, что эта фотка стоит у Дани на заставке телефона. А как вам кажется, это реальное фото или нет? Напишите в комментарии. Кстати, мне тут по секрету рассказали, что если вы все поставите лайк и подпишитесь на канал, то Даня и Юля точно раскроют свои отношения. Давайте проверим это. Тиктокер Янгер из Свектима недавно расстался после долгих отношений со своей девушкой Аней Портер. Это не первый их конфликт и разрыв отношений, но в итоге они всегда возвращались друг к другу. В этот раз парень, похоже, решил закончить эту историю и уже нашел себе новую девушку. Когда ребята возвращались с концерта Клавы Коки, Настя Усеева спалила Янгера и Настю Рыжек, идущих вместе за ручки. В баттле в Инстаграме Насте задали прямой вопрос, встречается ли она с Янгером. И она решила уйти от ответа. Не поняла, что значит мутишь. Мутят что? Воду. Воду мутят, мы не мутим. Они не мутят? Мы не мутим. Настя Усеева, конечно, спалила подругу, но и спалилась сама. Аня Покров сняла в ТикТок небольшой влог из дома, и в одном из кадров подписчики заметили Влада и Настю, сидящих в обнимку. Это явно не дружеские обнимашки, а дальше уж додумывайте сами. Я уже рассказывал про всю ситуацию с разрывом отношений Серёжи и Ангелины. Ребята продолжают раздувать конфликт и выкладывают некоторые подробности в соцсети. Ангелина выложила в историю переписку Серёжи с Любой Бич, якобы подтверждающую, что он изменил именно с ней. Через пару минут сама Люба показала дату этой переписки, сказав, что между ними что-то началось 4 сентября. А расстались ребята 31 августа. Тем самым показав, что Ангелина врёт и пытается просто поднять хайп. И да, Серёжа и Люба, похоже, действительно встречаются. Они начали выкладывать много совместных фото, да и снимают вот такие видосики. Как вам пара Серёжа и Люба? Подходит друг другу или нет? Маруся недавно поехала по делам в город и, как обычно, вызвала такси. В этот день была пасмурная погода и прошёл сильный дождь. В процессе поездки машину начало сильно заносить, и Маруся с водителем чуть не перевернулись. Короче, рассказываю, как это было. Мы ехали в машине, дождь, дорога вся мокрая, я сижу в телефоне. К сожалению, я была не пристёгнута. И нас начинает по всей дороге вот так вот носить резко, из стороны в сторону, боком. Меня по салону вот так вот... Короче, я не пострадала, всё хорошо. Я потом пристёгнулась и больше не буду я гонять без ремня безопасности. И вы пристёгиваетесь. Очень страшно было. Я перепугалась сильно. Обязательно пристёгивайтесь, когда садитесь в любую машину. Это не просто правило, а сделано для вашей безопасности. Также Маруся ответила на вопрос в историях, что её кумиром и вдохновителем является Настя Ивлеева. Признавайтесь, кому тоже нравится Настюшка опасность. И снова новость, связанная судом Володя с моделью Ириной Шейк. Вчера парень поехал в суд для первого заседания по этому делу. После завершения процесса он сделал пост, в котором рассказал, что Ирина отказалась с ним фоткаться. Но сделала это с одним из менеджеров его команды. Внимательные подписчики всё проверили и нашли, что это фото сделано на пресс-конференции Ирины ещё в 2019 году. А пробив судебное дело по документу, который опубликовал Володя, оказалось, что его просто не существует. Получается, что Володя соврал своим подписчикам ради дешёвого пиара. И моя теория, что это история, которая очень похожа на события Кати Адушкиной с треком ЧС, подтвердилась. Ещё раз напомню, что Володя и Катя состоят в одном и том же рекламном агентстве. Что думаете по этому поводу? Напишите свои мысли в комментарии, обязательно всё прочитаю. Даня Милохин вчера анонсировал свою новую песню и очень неожиданный коллаб. В этот раз он записал совместный трек с Николаем Басковым. Стиль песни очень похож ещё на первый трек Дани «Я дома» с добавлением крутого вокала от Николая. Будем ждать выхода трека, а его кусочек вы уже можете послушать в моём паблике в Инстаграме. Ева Миллер недавно вернулась из своего небольшого отпуска в Турцию. Она забрала свою собачку Мистера Пинки, который находился у её мамы, и поехала домой. Позднее Ева показала, что маленький друг сделался её обычным из-за гранд-паспортами. Девушка рассказала, что ей обидно не за то, что их теперь нужно восстанавливать, а за визу в Америку, которую очень сложно получить. Ева как раз планировала в ближайшее время поездку в Штаты. Но сейчас ей предстоит долгий путь, чтобы сделать новое разрешение. Ребята, все вы помните, я выкладывала сториз, где Пинки съел мои паспорта. Да, и ладно, с русским паспортом, фиксим, но там мой загранник, в котором у меня было дофига виз. Ну, они были, они закончились, но не закончилась американская виза. Окей, в принципе, проблема решаемая. Мне нужно, главное, сделать американскую визу, потому что я летаю в Америку, и для меня это очень важно. Но для того, чтобы сделать американскую визу, мне нужно сначала сделать загранник. Для того, чтобы сделать загранник, мне нужно сначала сделать русский паспорт. Американскую визу я могу получить, скорее всего, только не в России. И, короче, мне всё равно надо делать загранник, а, скорее всего, могу получить её в Лондоне, но мне для этого нужно делать визу в Лондон. Даня Милохин подарил нам ещё одну крутую шиперскую пару. Он уже выполнил свою миссию по сведению вместе Ани и Артура, а теперь нашёл новую цель. Теперь у меня есть новая цель – свести этих молодых людей. Да-да-да-да-да, тут пахнет бренд-зоной. Опа-опа-опа-опа! Я вас шиперу, ребяточки. Как вам такая пара? Пишите своё мнение в комментарии. Я уже рассказывал историю, как Саша Лыгалов поехал вечером за попкорном на самокате, попал в яму и получил много ссадин. Шрамы на лице потихоньку заживают, но Сашу продолжали мучить боли в челюсти. В скорой помощи ему сказали, что это просто ушиб и всё пройдёт. Но он всё же решил съездить и сделать рентген, чтобы узнать причины этих болей. В общем, у меня перелом в составной головке. Это вот здесь вот. Мне нужно делать операцию. Там будет титановая штучка, которая всё сфиксирует. Мне вообще сказали то, что... Ну, не понимаю вообще, почему ты разговариваешь. У меня до сих пор там, видимо, отёк. И сказали, что когда отёк пройдёт, начнутся серьёзные проблемы. Мне нужно как можно скорее ложиться на операционный стол. Не забудь заглянуть в мои паблики в Инстаграм и ВКонтакте. Там очень много свежих новостей. Ссылочки есть в описании. Спасибо тебе за лайк и подписку. Это реально мотивирует делать больше контента. Увидимся уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok